I have ways of blowing things up. Я теперь нахрен опять заблудился. Ну ладно, пойдем. Нам нужно две вещи отнести, по сути. Нам нужно благовоние отнести. И нам нужно отнести третье колечко. И теперь я точно знаю, что с ним делать. Потому что я фоткал записки. Мне это потом помогло думать. Например, прошлую серию. То, что мы... О, блин. Сейчас вспомню, где это. То, что мы в прошлой серии... Разделили ее, так скажем, нашу прошлую серию на две части. Нет, наверное, не сюда. Вот, первую часть я аж тогда так и не смог решить задачу. Я закрыл игру. И вторую часть я уже снимал на следующий день. Я думаю, вы это заметили. Так вот. Так, а это случайно не... До свидания. Там стоит. Может нам сюда? Да, по-моему сюда. Во-первых, что сюда нам нужно отнести благовоние. Так вот. Сейчас я с вами всем поделюсь. Благовоние, да. Использовать предмет благовония, да. Вот мы и получаем еще одну пластину. Забрать предмет плита любви. Да, получаем. Вместо благовонии, надеюсь, на мне ничего не вылезет. Пошли нахрен, нахрен, нахрен. Теперь нам нужно попасть к нашему сохранению напротив ржавой двери, если я правильно это помню. Это нам сюда. Там в конце будет лестница. Нам спуститься по этой лестнице. Мы попадаем в холл с ржавой... Да, да, да. Пока все работает хорошо. Лежите, лежите. Не вставайте. Плиту мы сейчас сложим на место. Вот. Ладно, пофиг, я уже пришел в сохранение. Да, давай. Плиту надо положить. Я иногда, когда заговариваюсь, могу путать вещи, которые я делаю, и не обращайте внимания нам. Теперь вот сюда. У меня фонарик. Включен фонарик. Лежите, не вставайте. У нас все хорошо. Мы не будем спорить. Мы не будем обижаться. Я вам сейчас объясню. Помните, когда я сюда пришел, я тыкнул на вот эту бумажечку и сказал, что это уже не первое наше подобное сообщение, которое написано таким дебильным шрифтом. Ну, не то же дебильным, а так сверху вниз. Тут первое, которое нам было, я вам сейчас его напомню, оно было «Уходи». И там было «Уходи отсюда». Это было сообщение не для того, чтобы нас о чем-то предупредить. Это было сообщение как ключ к тому, как прочитать это сообщение. Рука императрицы, смотрите. Его нужно читать, как еврейский алфавит, с другой стороны. Если мы читаем с другой стороны, мы... То есть, в прошлый раз я его читал по правилам, и получилось хреново. Короче, императрица. В первый день она коронована. В самый длинный день не сделала ничего. На следующий день была выдана замуж. В последний же день убила себя. Так, в первый день коронована. В самый длинный день... Тут у нас аналогия с четырьмя пальцами, а императрица как большой палец. Так вот, если вот эти четыре дня воспринять как четыре пальца, получается, самый длинный день это средний палец. Нам игра показывает факт. Вот. И она говорит, что на самый длинный день не было сделано ничего. Туда никакое кольцо не надо. Нам по сути эта записка говорит о том, что нам нужно три кольца. На указательный, безымянный и на мизинец. То, что она была выдана замуж на безымянном, это логично. Теперь мы будем смотреть. Умерла скорее всего на мизинце. Тогда зеленое колечко у нас становится на указательный палец. Получается, что прошлые два я поставил правильно? Или же нет? Знаете, в чем прикол? Я зеленый это не прочитал. Может зеленый у нас так. Так, гладкое кольцо из зеленого нефрита, исполненное в виде змеи, которая кусает свой собственный хвост. Блин. Я же сам это сказал, что черное кольцо, на черном кольце цитата Соломона. Соломон, король, она была коронована на указательное кольцо регента. А на зеленое, змея кусающая свой хвост, что означает цикличность жизни. Вот. Вот так вот. Все. Все. Все достаточно логично. Даже если вы не знаете цитату Соломона, все равно можно повыбирать из указательного и мизинца. Блин, тут какое-то говно потекло. На его нахрен. Хорошо. У нас есть... Все плиты. Все шесть плит. Все по красоте. Идите в жопу. Мы с вами больше не увидимся. Ну, лично с вами. Теперь. Ооо. Хо-хо-хо. Я не помню, где эта чертова дверь. Я не помню, где эта чертова дверь. Но мне плиты нужно взять с собой все. Раз, два, три, четыре, пять. Я забил себе весь инвентарь. Давай мы сохраняемся, наверное. Так, 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 так. Я... Я помню, что была комната... Ну, где она была, я не помню. Здесь, что ли, если пойти? Нет, нет, нет. Это комната с колючками. Стоп, это не то. Закрыто. Значит, не в эту сторону. А, вот, стоп. Открыто с другой стороны. Это случайно не вот тут? Он проходит, сдают. Да, да, фух. Блин, офигеть, как она быстро нашлась. Оказывается, это все было недалеко. Хорошо. Я сохранился. На звездочку. Плита вечности. Да. А, они сами стоят. В прошлый раз, когда мы ставили такой замок, на нас напал... Ну, на нас напал... Нас отмудохали. Там был босс. Да, там можно пройти. Пойду-ка я, наверное, сохранюсь и возьму-ка я с собой чертово ружье. Ну, тут близко просто. Тут реально близко. У меня с собой револьвер и одна обойма на него. Все, короче. В-в-в... В-в-в... Ружье и... Четыре патрона на него. Ну, то есть зарядка на два патрона, плюс еще две перезарядки. Сколько? У меня еще четыре свободных слота остается. Все. Поехали. Ну, просто я по предыдущим предчувствиям сужу. В прошлый раз, открыв такую дверь, нам было хреново. Это сейчас мы с майными можем поговорить немножечко, но на тот момент... А это похоже на шахту, по которой мы спустились в самом начале. А? Адлер, ты живой до сих пор? Дальше не пройти. Это невозможно. Я же много раз был здесь, но ни разу не вернулся. Командующая никогда не говорила о том, что там видела. Я уверен, что она слегла именно из-за того, что там увидела. Когда она вернулась, что-то в ней изменилось. Она перестала быть нашей любимой начальницей Фальки. Что ждет нас за порогом? Это неважно. И хвал ты. Я жду. Адлер ждет? Или... За вратами. Пустота. У этой игры есть... Своя некая такая магия. Тебе верхние этажи кажется напряженным... Кто ты? Это же заставка из начала игр. О-о-о! Остров! Остров! Картина с островом. Ладно, я потом объясню то, что хотел сказать. Лучше давайте... Посмотрим на то, что здесь происходит. Подойди ближе. Охренеть! Сколько их тут. Откайный ангст. Там было написано что-то... Так, я давно жду. Что было написано почему-то? Остров. Давно жду тебя. Эльстер. Нас. О-о-от это шиза творится. Ах-то он. Не бойся. Если бы я сейчас вернулся оттуда как некое другое существо... Это просто мысли вслух. Превьюшек мне тут, конечно, накидали до хрена. Спасибо. Вспомни наше обещание. Да, в игре несколько... Проснись. В игре несколько концовок. Я явно сейчас не пройду на какую-то секретную тайну или что-то такое. Пройдем на то, на что прошли. Давайте так. Блин. Вот это вот отрывание руки... Мне кажется, это было напрямую из... Ghost in the Shell. Призрак в доспехах. Если вы помните, майор, когда пыталась... Оторвать... Ну, когда она сидела на танке пауки, пыталась оторвать башню. И у нее просто оторвалась рука. Это же прямо оттуда сцена. Красивая отсылочка мне понравилась. Gameplay Rose Engine? Подождите! А это все? Это охрененно, но я... Я, честно говоря, не ожидал, что это концовка. Конец. В кавычках почему-то. Да, я в менюшке. Это не псевдо-концовка. Это прям... Оу! Ну, здесь у нее глаз изменился. Если сейчас начать игру... Проснись. Это будет ровно там же. Это будет ровно там же, где мы и начинали игру. Хорошо. Хорошо. На самом деле, наверное, то, что это концовка, опять же, нам намекала и сцена из... Ghost in the Shell, потому что... Там это тоже произошло в конце. У нас ничего нету. Ну, что ж. То есть, опять же, когда я сейчас говорил о том, что есть концовки в игре и вся такое, на что закончим на тот момент, когда я это все говорил, я был уверен, что мы с вами сейчас продолжаем играть дальше. Хотя я был без понятия, что там может быть дальше. Опять же, Адлер нам сказал, что... Туда ходили, оттуда не вернулись. Фалька стала другой, именно из этого она заболела. Я даже не знаю, чего я ожидал при этом всем. Какие выводы я могу сделать. При том, что у нас даже титры такие пошли быстренькие. Я, скорее, был в шоке от всего того, что происходит. Получается, да, мы прошли. Это все, это концовка, это конец игры. То есть, здесь нужно... Никто на меня не вылезет. Подожди. Нет, подожди, вот этого не было. Тип Пенроуз. Оператор Пенроуз. Подождите, вот этого всего не было. Кормовой наблюдательный иллюминатор. Не видно ничего, кроме звезд. Стойте. Я понимаю, что конец, я понимаю, что я нажал новую игру. Сорян. Давайте тогда уделим немножко времени. Серия у нас относительно короткая. Я не думаю, что кто-то так. Грузовой трюм разгерметизирован. Не входить во время полета. Мы летим куда-то? Отопительная система нижней палубы активируется с некоторой задержкой. Сейчас ее чинить не нужно. Подождите, подождите, подождите. Я... Так, грузовые трюмы, понятно. Карта есть? У меня есть карта. Как я подчинуть соскучился, дружище. Ты не представляешь. Так, ну нам наверх. Это какой-то другой Penrose? Это какая-то другая вселенная? Это... Это что это? Записочка. Так, контрольный список планов технической проверки. Осмотреть модули калибровки и памяти реплики L-Star техническая служба. Осмотреть терминал доступа к главному компьютеру. Осмотреть пульт управления полетной палубы. Осмотреть трубку впрыскивания охладителя. Осмотреть аварийный модуль криогенной гибернации. Должить гештальт офицеру разведки. Следующим встречаться с Ариеном, нужно заходить технический осмотр. Это нам сюда значит технический осмотр. В смысле, встретиться с... Аварийный модуль криогенной гибернации. Если медицинское состояние негештальта из команды не позволяет отказать ему помощь на борту, его можно поместить в эту капсулу и погрузить в сон. Все системы исправны. Если нам никогда не пригодится. Проверка. Все системы исправны. Это Penrose 512. Блин, а какой у нас был корабль там, когда мы начинали? Стойте, 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 стойте. Я пока что это все не вижу как новую игру. Я пока что это все вижу как продолжение. Системы впрыскивания охладителя в реактор утечки не обнаружено. Penrose, инструктаж, фаза вторая. Начало расшифрованной передачи. Согласно нашему вычислению, к тому моменту, когда вы получите это сообщение, ваша миссия будет длиться уже 1500 циклов. Поздравляю вас, товарищ. К этому времени вы же должны полностью привыкнуть к новой жизни на борту своего корабля. Вы приближаетесь к облаку Оорта, и ваш поиск новых миров вот-вот начнется. С помощью дальнодействующих датчиков вы будете искать ценные ресурсы, пригодные для заселения мира, миры, не знаю, ладно. А также признаки инопланетной жизни. Не забывайте, что ваша реплика всегда готова прийти вам на помощь в вопрос технического обслуживания вашего судна. Мы все желаем вам успехов в конец расшифрованной передачи. Тут вон красненькая инструкция. Приложение H или N. Порядок действий чрезвычайной обстановки на Penrose. На основании данных, собранных в ходе предыдущих длительных исследовательских миссий, не рекомендуется утилизировать реплику техника ради пропитания, даже в экстремальных условиях утилизировать. То есть, короче, жрать ее живые ткани, да? Поглощение биологических компонентов реплики может вызвать различные проблемы со здоровьем. По виду и вкусу они похожи на обычное мясо, однако ткани, полученные в результате биоинжиниринга при потреблении в пищу, в экстренной ситуации могут принести больше вреда, чем пользы. Оксидант похож на кровь, но гештальтом не переваривается. Также следует учитывать, что статистически выживаемость реплики первопроходцев на 860% выше, чем его гештальт-офицеров ради успеха миссии куда больше смысл иметь сохранить функциональность реплик, чем продление ваших страданий. Короче, не трогайте реплику, сдохните, пожалуйста, тихонечко, а реплика пойдет и сделает все за вас. Это очень, ну, такой, блин, правильный подход, черт побери. Это мы в рубку идем? Да, это рубка. Мы в космосе, все нормально. Кус-стат. Ну, пульт управления кораблем, все системы исправны. Все системы исправны. Смогатель, монитор, посадки и стыковки. Блин, я на самом деле так, наверное, не хотел прощаться с этой игрухой, что я ее затянул. Оказывается, что, наверное, я даже правильно сделал, что я не закончил играть, чтобы, типа, начал новую игру. Ну, небольшое комнатное растение. Вот, тут мы находили ленту в прошлый раз. Penrose 512, отчет. А, Yon, гештальт пилот, активный персонал, реплика модуль, активный клуб, Lstar 512. Местоположение в пути, статус. Давайте всегда подчиняться правилам. Перемечания. Среди документов есть запечатанный конверт. На нем написано, секретная информация о репликах, только для гештальт-офицеров. Он закрыт. Я не имею права открывать этот конверт. Вероятно, там какая-то секретная информация обо мне. Открыть все равно. Там же сказано, не забывайте всегда подчиняться правилам. Открыть, конечно. Известны проблемы с репликами программы Penrose. Секретная информация, только для гештальт-офицеров. Прежний опыт работы с этой моделью реплик показал ряд странностей в их поведении, причины которых кроются в исходных нейронных структурах, использованных при создании этой модели. Данная информация конфиденциальна, поэтому настоящий документ должен быть уничтожен после прочтения. L-Star, модуль L-Star, были избраны для программы Penrose благодаря высокой адаптивности и надежности в условиях длительной изоляции. Стоические замкнутые модули L-Star отличаются относительно стабильной нейронной структурой и лучше всего будет оставить модуль L-Star в покое и взаимодействовать с ним как можно меньше. Основной нейронной структурой L-Star послужила военнослужащие венецкого происхождения, поэтому они привыкли обходиться удовлетворением лишь самых базовых потребностей. При общении с модулем L-Star избегать разговоров о войне. Могут накрыть флэшбеки, я понял. Суда Penrose оборудованы персональными калибровочными капсулами, которые могут стабилизировать личность модуля. Чтобы избежать активизации гештальт воспоминаний, не следует давать или показывать модулем L-Star фотографии, особенно с изображением воюющих солдат. Не показывайте модулям L-Star фильмов и не давайте слушать им музыку. Не пытайтесь подружиться с модулем L-Star. Да, не пытайтесь. Ясно вам. Корректировка хронометра. Протокол технической службы офицера разведки Йон Ариана. Записка офицера. Я отрегулировала внутренние часы корабля так, чтобы они шли немного медленнее. По моим вычислениям, каждый цикл должен стать ровно на 12.6% в длине, и это позволит симулировать продолжительность дня на винете. Интересно, Элстер заметит разницу? Судя по акценту, она винетанка. Ну, там же только что было написано. Она произносит слово «корабль» так же, как произносят его «иза» и «эри». Очень мило. Когда я слышу, как она говорит, я представляю себе океан. Интересно, смогу ли я когда-нибудь увидеть. Может быть, в каком-нибудь далеком мире. То есть, не пытайтесь с ней подружиться, и она с ней пытается подружиться. Так, мы всё чекнули по... Должить гештальт-офицеру. Супер. Докладываемся. Ариана. Элстер. Блин, смотрите, как она её обнимает, няшкается с ней. Ну да. А, ты проснулась. Да? Это то, что мне показалось? Я без тебя скучала. Я без тебя тоже. Их, сегодня же наша трёхсоттысячная циклов. Шшш. Ладно. Позже мы получим обновлённые параметры задачи. Я решил, что будет здорово это отметить. Подожди, я включу музыку. Да, они, по сути, любовницы, я так понимаю. Она взяла, собственно, уже андроида и сделала из неё любовницу для себя. Она не пытается с ней подружиться. Не, нет, нет, нет. Она хочет большего. Ну, я теперь понимаю, почему она пошла её искать. Обещание, да? Ну, собственно, да. Нам что-то расскажет. Ахтунг, ахтунг. 0, 3, 2, 4, 6. 1, 6, 3, 8, 1, 4. Это надо фоткать или нет? Я не успел это сфоткать. Так, ладно, мы на том же месте. Ни хрена игра не закончилась. Что за майндфакт здесь начинается? Хорошо, я понял. Кстати, вот эти цифры, которые мы сейчас слышали. Это, по-моему... Ты помнишь наши обещания? Это, по-моему, те же цифры, которые мы слушали по радио, когда мы искали коды для сейфов. И там на фоне кто-то зачитывал эти же самые цифры. Ну, на слух. Насколько я могу это определить? Я не могу сказать, что это... У нас критические повреждения. Грязная страница из дневника. Цикл такой-то. Понимаю... Не понимаю. Или бодрствую. В глазах помутнение. Пальцы болят. Спина... На-на-на-на-на. Болит. Зубы болят. А глаза болят. Все болит постоянно. Я так больше не могу. Пожалуйста, пусть это прекратится. Сюда можно пойти. Руки у нас нету, но... Может, блин... Андроид? Так его через так. Выпал еще один зуб. Было столько крови. У меня руки тряслись. Почему у меня выпадают волосы? Я не могу заснуть. Я просто хочу спать. Пожалуйста, дай мне поспать. Ни меню, ни карты нету. Мы, походу, на корабле у себя. Закрыто нужен ключ. Понятно. Это наша спальня, в которой мы тогда вместе заснули. А сейчас мы проснулись от того, что она пробита. Ну, не сейчас мы проснулись, но, в общем, просто говорю, что это тоже место. Твою за ногу. Я не успел те цифры записать. Если что, я их даже сфоткать, блин, не успел. Мне кажется, это было чертовски важно. Я их записал, по крайней мере... Я дала обещание. Просто поменялась я рука. Ну, в принципе, нормально. Бронепластину надо бы поменять на груди. У нас скелет видно. Я сделаю что угодно. О, броника новенькая, давай. Она ее расканнибалила, в общем. Обработала себя спреем. Реплика. Менюшки у меня до сих пор нету. Я взял все, что мне нужно. Это наш медмодуль, если что, я так понимаю, да? В криокапсуле лежит огромный кусок плоти. Подожди. Пожалуйста, пусть это прекратится. Пожалуйста. Мне кажется, это что-то другое. Теперь это, кстати, открыто. Не нужно ни ключа, ни хрена. Можно прыгнуть в гузла. А теперь это уже опять закрыто. Нужен ключ. Красотища, поехали. Я не могу остановиться сейчас. Продолжить? Ну, как бы, да, у нас выбора-то нет. Меня не впускают, не выпускают. Что я вам сделаю? Она сама себя починила. Красавица, конечно. О, мы опять на этом чертовом пляже. Опять стишочки. Короче, что там происходит? Те, кто поют одну песню, слышат ее во снах. Темная нота на грани восприятия. Тихий голос, шепчущий мне в сердце. Пойдем с нами. Вместе мы будем вечными. Тебе не уйти, мы станем едины. Но я боюсь темного моря, которое меня поглотит. Опять песнь в космосе. Это все баротравму, блин, напоминает на берегу ледяного моря, где-то в каком-то космосе. Да. Нечто древнее. Куда древнее человечество, спит глубоко под землей. Те из нас, кто слышит его зов в ночи, приглашение. Океан воспоминаний, где кончается я. И начинается мы. Встретить я, кстати, не могу. К тому красному фонарику через записочки, да? Великие ходы тайно проделываются там, где хватило бы обычных пор земных. И рожденные ползают, научатся ходить. Это, кстати, уже мы читали. Никогда не стоило нам покидать первичный бульон. Лишь смерть поможет нам уйти от зова того, кто правит всем живым. Ну, это фатализм, дружище. То, что ты сейчас озвучиваешь, это абсолютнейший фатализм. А лишь смерть, все дела. Это ничего. Лодка Харона? Я... Ладно. Убей, 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 убей. Убей, 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 убей. Иди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Хорошо. Ну, нам явно сюда. Лодка Гробовщика. Вот этот красный фонарик явно дает нам понять. А это берег острова. Это вся картина. Третья глава, кстати. Нихрена игра не закончилась. Она нам просто... Офигеть! 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 Можно еще раз офигеть? Офигеть! У меня карта есть? Нет данных, понятно. Можно еще раз, пожалуйста, офигеть? Какого черта? Добро пожаловать на объект Серпинский. Да-да-да-да-да-да? Ага, вы получите новые навыки, которые определяют ваше будущее, станет продуктом нашей прекрасной нации. Бережать за семью друзей и бывших коллег? Вот и хрен вам. Как эта игра играет с твоим разумом? О, здрасте. Там можно было взять пистолет, но сейчас хрен там. У меня инвентарь пустой, если что. Сохраниться я ни хрена не могу. Опять за нами следят. Нам сюда можно. Все остальные двери, естественно, будут уже заперты. Это направо, это случайно... Нет, это в комнату с сохранением. Это в комнату с сохранением. Здрасте. Это все те же самые записки, только часть из них вымарана нафиг. Весь мой инвентарь здесь. Весь мой инвентарь здесь. Это радует, пожалуй. Я, может, пока что не буду винтовку брать. Хотя хрен его. Эта серия так поиздевалась над мозгом. Памятка кода на сейфы. Ребят. Извините, но эта серия будет покороче. Мне очень многое надо переварить. Я нафиг просто сейчас... Как бы... Ну, пожалуй, наверное, ни одна игра ни разу не проворачивала со мной такую штуку, что типа все, игра закончена. Ну, хотя там был написан конец в кавычках. Меня это немножко насторожило, потому что никто не пишет конец в кавычках, блин. Мне нужно переварить все то, что здесь произошло. Что, как, почему... Мне нужно подумать, почему это произошло. Почему мы идем сначала... Наши воспоминания появились с самого корабля. Мне нужно очень многие вещи переварить у себя в голове, поэтому я удаляюсь. Возможно, даже на пару дней. Обдумать, подумать. И, возможно, к следующей серии я смогу вам выдать какие-то некие свои выводы и... По поводу всего того, что здесь происходит. Пока что... Давайте, ребятки, будем заканчивать эту серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек и всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok